привет друзья меня зовут Наталья Качёнова Роудс и я как всегда рада видеть вас на своем канале не забывайте подписываться нажимать на колокольчик чтобы получать уведомления ставить лайки комментируйте одним словом мне всегда очень приятно взаимная связь с вами с пониманием того насколько я вам полезно и какие события происходят в вашей жизни ну наверное те из вас тоже давно подписаны на мой канал вы уже знаете что я ярая поклонница и поборгница сайтов знакомств вообще я считаю что современные технологии дают уникальную возможность людям на планете земля познакомиться с человеком с другой страны другой ментальности другого языка то есть интернет сегодня расширяет и убирает убрал фактически все возможные границы и который раз я говорю о том что я верю в то что на сайтах знакомств можно найти достойного мужчину достойную женщину встретить свою любовь и создать семью о том как работать на сайте знакомств я уже очень много говорила посмотрите пожалуйста мой мой плейлист как удачно выйти замуж там много собрано видео технических аспектов которые тем из вас возможно только начал свою работу на сайтах будет полезно посмотреть я сегодня хочу сфокусироваться несколько на другом таком эмоциональном аспекте работы на сайте знакомств вот я знаю что нам всем хочется чтобы процесс который мы с вами производим давал нам быстрый зримый результат то есть ты зарегистрировалась разместила свою анкету и уже хочется чтобы были какие-то активные действия со стороны мужчин чтобы была переписка чтобы уже среди там какого-то количества мужчин как-то выкристаллизовался какой-то один или в крайнем случае два из которых можно было будет выбирать и уже складывались какие-то определенные отношения то есть вы видели вот эту последовательность действий которые происходят когда мы работаем на сайте знакомств и здорово когда у кого-то так именно и получается что и такие примеры есть когда женщина не успела зарегистрироваться она активно работает она выполняет все предписания и сказанное но я бы вот сегодня хотел рассказать об эмоциональной стороне работы на сайте знакомств и о том как правильно настроить себя и сравнить хочу сегодня женщину которая вышла на сайт знакомств со спортсменом предположим с гимнасткой которая хочет получить олимпийскую медаль вот если мы представим себе девочку которую родители перебили в спортивную школу в отрасе предположим 5 лет безусловно все говорят о том что у нее есть способности и она когда-нибудь когда вырастет станет олимпийской чемпионкой то есть у девочки сформируется ожидаемый образ ожидаемый приз это олимпийская медаль то есть если взять эту метафору за основу то наша наша олимпийская медаль это не просто мужчина а мужчина который совпадает с вами в ваших приоритетах ваших взглядах на жизнь мужчина который не просто хочет отношения рассматривает именно тот тип отношений который нужен именно вам то есть вот с морковка мы определились да вот здесь олимпийская медаль у гимнастки а у вас мужчина что происходит дальше а дальше девочка учится она учится как тренировать свое тело девочка постепенно узнает технические аспекты спортивной гимнастики или неважно там художественной гимнастики она потихоньку начинает принимать участие в каких-то спортивных соревнованиях сначала внутри своей школы спортивной потом какие-то местные соревнования потом возможно у нее появились таланты и она будет какое-то принимать участие в каких-то спортивных соревнованиях в своем городе в области в стране в мире пока ее не возьмут например там школу олимпийского резерва или не зачислят в олимпийскую сборную. То есть вот девочке, для того, чтобы получить олимпийскую медаль, ей нужно пройти определенный путь. Ну, сложно было бы, да, наверное, ну, никому из нас не придет в голову, что не успели мы девочку перевезти в спортивную школу, а на следующий день или через неделю ей тут же ее тренер на шею одел спортивную медаль и говорит, все, ты такая молодец, просто только потому, что ты к нам пришла, вот тебе уже спортивная, вот тебе уже медаль. Вот опять-таки, если этот путь, который проходит девочка-спортсменка для того, чтобы принять участие, по крайней мере, в олимпийских играх, вот этот путь можно сравнить с тем, что происходит с женщиной, ну, или с мужчиной, с человеком, который пришел на сайт знакомств для поиска пары. То есть нужно пройти путь. Нужно научиться сделать правильный профайл, нужно освоить, как работать на этом сайте знакомств, какие есть функции на этом сайте знакомств, что есть помимо переписки, какие возможности есть на сайте знакомств, что он дает, какие-то проводятся игры, розыгрыши, акции, какие-то конкурсы, нужно ли в них участвовать, что это вам дает для вашего рейтинга, что вам дает это для того, чтобы ваша анкета была в топе и просматривалась, да? То есть это фактически сродни тому, как девочка готовит свое физическое тело и свой дух для дальнейшего участия в соревнованиях. И вот потом, когда мы говорим о всевозможных соревнованиях у девочки, так это у женщины, когда она начинает знакомиться с разными мужчинами. Ты узнаешь, какие мужчины, на что они акцентируют внимание, как тебе самой выработать свою собственную стратегию поведенческую на сайте знакомств и свою собственную стратегию реагирования на те письма, которые не попадают в зону вашего видения. Они не входят в зону... Это не ваши мужчины. Как реагировать на письма тех мужчин, которые вам совершенно неинтересны? Понимаете? То есть фактически правильный настрой – это когда вы говорите себе, я спортсменка, которая идет за олимпийской медалью. Я понимаю, что у спортсменок путь тернист. Это могут быть травмы, это могут быть психологические срывы, это может быть смена тренера, это может быть смена сборной, это может быть смена страны. Вы знаете, как много спортсменов переезжают, например, для того, чтобы получить какие-то более выгодные условия для занятия спортивной карьеры, приезжают в другую страну. У вас может быть все, что угодно на пути поиска мужчины, в процессе поиска мужчины, в процессе работы на сайте знакомых. Но какие у девочки спортсменки, точно так же, как и у вас, у вас есть одна цель. У нее это олимпийская медаль, а у вас мужчина. Это то, что нас ведет, вот это вот желание встретиться с достойным мужчиной. И главное то, что есть вера в то, что такие мужчины есть, они существуют, они точно так же, как и вы сейчас находятся на сайте знакомств, и ищут точно так же, как и вы в своем пути, в пути движения к вам, познакомиться с достойной женщиной. Ведь у девочки же нет убеждения, что олимпийская медаль – это сказка. Это какая-то легенда, которая никогда никому не удавалась. Потому что каждый спортсмен знает о правилах проведения олимпийских игр, как нужно попасть в олимпийскую сборную и так далее. Точно так же и здесь. Масса примеров того, что женщина, которая движется осознанно на сайте знакомств, она всегда получит ожидаемый результат. Поэтому, если вдруг так случилось, что у вас сейчас опустились руки, и, а может быть, вы только зарегистрировались, и вам много людей пишут, и вы думаете, боже, так интересно, и этот пишет, и этот пишет, и еще такой пишет, но все они такие глупые-глупые, никто мне не нужен, потому что им по 150 лет, и я не знаю, зачем они мне пишут, мне просто весело и смешно учитать. Такие периоды тоже будут в работе на сайте знакомств. Но важно всегда помнить и не сходить со своего собственного выбранного пути. Я здесь нахожусь для того, чтобы встретить своего мужчину. Я, условно говоря, спортсменка, которая тренируется, которая изо дня в день приходит в тренажерный зал, потому что у нее есть цель. И эта цель есть у вас. Ваша цель – познакомиться с мужчиной, встретиться, познакомиться, заинтересовать друг друга, создать отношения, создать семью. Поэтому, как бы вам ни было сложно, как бы вам иногда не хватало отчаяния, что нет нормальных мужчин, всегда себе говорите, я спортсменка, которая идет за своей олимпийской медалью. Я знаю, что я достойна этой медали. Вот с таким настроем вы точно найдете достойного мужчину. Я вам этого искренне желаю. Поделитесь, что у вас там происходит в жизни. Я с удовольствием почитаю. До встречи, девочки. Пока.